Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В окружной столице задержаны подозреваемые в незаконном получении вознаграждения за победу в конкурсе. Возбуждено уголовное дело. В нашем эфире кадры спецоперации. Строительство, образование, здравоохранение, культура, досуг, оленеводство, экология и другие сферы жизни. Более ста инициатив поступило на платформу народной контроли в рамках проекта НАО-100. Мастер-классы, спортивные игры, викторины и розыгрыши в столице Заполярья накануне вновь вспомнили о необходимости сохранения популяции атлантических моржей. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненецком округе возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения вознаграждения за победу в конкурсе. Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу возбуждено уголовное дело в отношении двух менеджеров Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ненецкого округа. На этих кадрах вы видите момент задержания подозреваемых. По версии следствия, в текущем году подозреваемые, являясь членами конкурсной комиссии, получили от представителя коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей, приняв поданную им заявку участника конкурса в электронной форме на поставку подарков первоклассникам, соответствующие требованиям Федерального закона 44 ФЗ и конкурсной документации. Цена контракта составила более полутора миллионов рублей. Сотрудники бюджетного учреждения подозреваются в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России, незаконное получение членами комиссии по осуществлению закупок незаконного денежного вознаграждения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документации, имеющие значение для дела. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании и в отношении них меры пресечения. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Управлением ФСБ России по Архангельской области и Управлением Министерства внутренних дел России по Няньцкому округу. Дело принято к производству Нарьинмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Няньцкому округу. На прошлой неделе город потрясла еще одна новость. Девятилетние жительницы Нарьинмара поставили страшный диагноз – рак мозга медулобластома четвертой стадии. В апреле 2019 года Варя принесла операцию по удалению опухоли головного мозга. Но, как выяснилось позже, первоначальный диагноз был поставлен неправильно. Опухоль оказалась злокачественной. Девочке стало хуже и вместе с родителями она уехала в Израиль для начала лечения, на которое уже потрачены десятки тысяч долларов. В данный момент семье необходима финансовая помощь. Сегодня в клинике города Иерусалим, Израиль, Варе сделали расширенную биопсию. Цена на лечение растет и на данный момент составляет 14 миллионов. На беду откликнулись многие неравнодушные жители Ненецкого округа и за несколько дней уже перевели на счет родных девочки более 5 миллионов рублей суммарно. Помочь в этой беде может каждый, переведя на счет семьи Варе любую посильную сумму. Номер телефона и номер счета для перевода вы сейчас видите на своих экранах. И теперь к другим темам. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия». В этом году он собрал более двух тысяч человек. В его работе приняло участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты. Также на съезде выступил президент страны Владимир Путин и лидер партии Дмитрий Медведев. О принятых решениях расскажет Мария Владимирова. «Единая Россия» – крупнейшая ведущая политическая партия страны. С этого на пленарном заседании партии начал свое выступление глава государства Владимир Путин, отметив, что в настоящий период самой важной задачей «Единой России» является работа по реализации национальных проектов. «Было принято решение, что за каждый национальный проект будет закреплена именно партийная ответственность, партийный контроль с тем, чтобы не 50, не 60% реализации средств, которые выделяются национальные проекты, а все 100% реализация национального проекта, чтобы каждый житель государства российского, каждый житель с самым отдалённым населённым пунктом в Нейском автономном округе почувствовал на себе достаток, почувствовал на себе именно заботу государства». Реализация национальных проектов – одна из ключевых задач партии в регионах. Выполнять её, по мнению главы региона Александра Цибульского, необходимо, основываясь на мнениях и инициативах, исходящих от жителей округа. «Те новые подходы, на которые сегодня формируются запросы в большей части общества, они, конечно, должны быть основой работы нашей партии. Это должна быть, на самом деле, организация, которая слышит и является наиболее коротким звеном между чаянием людей и реакцией исполнительной законодательной любой другой власти. И в этом смысле мне кажется, что в Нейском автономном округе, с учётом наших особенностей, с учётом вот этого короткого отклика между проблемой человека и реакцией власти, именно «Единая Россия» должна стать, на самом деле, такой новой, обновлённой системой, не хочу говорить слово «контроль», но хорошей такой системой мониторинга и участия в жизни наших граждан». О главных задачах партии на предстоящих в 2020-2021 годах выборах говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Прежде всего, необходимо укрупнить партийные проекты по пяти направлениям – здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. То, что давно напрашивалось, уже сегодня было озвучено. То есть у нас большое количество партийных проектов, зачастую они пересекаются. В том числе и работа по этим партийным проектам может дублироваться. То есть одни разные люди могут пересекаться в своей деятельности в разных точках. Ну, возьмём наш округ, у нас в округе. И сегодня прозвучало, что партийные проекты будут укрупнены. Это облегчит работу и поможет сконцентрировать больше усилий на каждом проекте. Ещё одна задача, поставленная лидером партии – продолжение курса на улучшение качества жизни граждан. Надо отметить о том, что мы по этому пути и должны дальше двигаться. Быть максимально открытыми для людей, быть максимально честными. Мы должны говорить то, что мы можем сделать и выполнить. Никого не вводя в заблуждение и чётко выполнять свою программу. То, что мы даём нашим избирателям, жителям округа в программных наших документах, обещания, мы должны эти программные вещи и обещания, наказы выполнять. В рамках исполнения предвыборной программы «Единая Россия» идёт активная работа по развитию сельских территорий. Предложения и рекомендации экспертов партии были учтены при подготовке новой государственной программы комплексного развития села. Это очень важно, чтобы жизнь наших населённых пунктов, в частности нашего региона, стала намного лучше, чтобы людям было жить в селе так же комфортно, как люди живут в городе. И так же, чтобы развивалась и инфраструктура, и благоустройство населённых пунктов, сельские дороги. И так же, конечно, очень важно, чтобы в сфере образования, культуры, здравоохранения работали специалисты, чтобы привлекали специалистов. Также Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» должна мобилизовать всю структуру партии, начиная с её первичных отделений. По его словам, написать хорошую программу мало. Партия должна быть готова её выполнить. А для этого необходимо мобилизовать весь актив. И это на самом деле, повторюсь, что это сложная задача. И вот мы с губернатором Александром Витальевичем Цибульским говорили в перерыве, что действительно, наверное, роль первичек надо ещё раз посмотреть, надо их поднять, в том числе обеспечить их ресурсами для того, чтобы мы могли те вопросы, которые перед нами решаются в ежедневном режиме, они должны быть на повестке дня и спокойно-спокойно решаться. На 19-м по счёту съезде дан старт подготовки к выборам в Государственную Думу в 2021 году. Создано шесть рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям, а также запущен правозащитный центр партии. Помимо этого представлен новый формат работы общественных приёмных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север Москва». Десять лет сто проектов. Завершается приём инициатив в рамках объявленного главой региона Александром Цибульским проекта «Нао-100». На платформу «Народный контроль» уже поступило более ста предложений. Все они касаются абсолютно различных сфер жизни – строительства, образования, здравоохранения, логистика, культура, досуг, архитектура населённых пунктов региона, оленеводство, экология и даже изменение архитектурного облика окружной столицы. Что я предложила в своём проекте? Внедрить именно элементы ненецкой культуры в архитектурный облик города, округа. Это могут быть те же самые национальный декор на стенах зданий, сооружений. Это могут быть какие-то граффити. Я ничего не вижу плохого в хороших граффити, которые делают профессионалы. Это могут быть граффити на стенах домов на тему ненецких сказок, ненецких песен. Напомню, проект «Нао-100» рассчитан на 10 лет. Инициативой станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Омбудсман ненецкого округа Лариса Свиридова провела первую рабочую встречу с членами общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Корпус общественных наблюдателей в Ненецком округе сформирован впервые. Их задача – следить за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. В ходе встречи Лариса Свиридова поблагодарила собравшихся за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к судьбам людей. Лариса Свиридова, председатель комиссии «Общественная комиссия» на уровне Российской Федерации под эгидой общественной палаты всегда будут проводиться мероприятия методического направления или мероприятия, где будут обмениваться общественные наблюдательные комиссии опытом, будут разговаривать о ситуации в регионах. И, конечно, мы будем взаимодействовать для того, чтобы понимать, в каком направлении вырабатывать предложения, корректировать ситуацию в этом очень сложном и чувствительном направлении, потому что все, что связано с соблюдением прав человека и гражданина в местах лишения свободы, это, конечно, очень всегда актуальная и непростая тема. Наша задача сейчас стать еще теми людьми, которые будут помогать нашим землякам, которые, не дай бог, окажутся в этой ситуации. И, возможно, вести какую-то профилактическую работу, опираясь на опыт этих людей, возможно, даже и привлекая их, потому что у нас есть несколько, в общем, интересных и хороших людей, которые смогли этот отрицательный опыт превратить в тот опыт, который помогает, ну, например, несовершеннолетним мальчишкам на эту плохую дорожку не вступить. Поэтому я думаю, что у нашей комиссии есть достаточно интересный и хороший фронт работы. Добавлю, в ближайшее время члены ОНК посетят изолятор временного содержания, а также обсудят раздел ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Неницком округе. Финал конкурса «Умник-2019» Неницкого округа прошел сегодня в Нарьинмаре. В нем приняли участие молодые инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет. По результатам конкурсного отбора каждый победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей. Ольга Руслл продолжит тему. Цель программы «Умник» – поддержка молодых ученых, реализующих инновационную деятельность. В финал регионального этапа конкурса, а в Неницком округе он проходит впервые, вышли четыре участника. Среди них Юрий Дитятев – молодой перспективный экономист. Его инновация – комплекс по финансовому моделированию бизнеса. Юрий предлагает усовершенствовать и приблизить программу к современным технологиям. Проект по разработке программного комплекса по финансовому моделированию бизнеса, связанный с реальным бизнесом. В первую очередь разбираются вопросы, связанные непосредственно с экономической составляющей бизнеса, с вещами, которые отвечают не за рост бизнеса, а за делание его прибыльным. В проекте реализованы инновационные подходы в плане определения рисков, то есть текущие технологии обработки данных развились довольно динамично, быстро. Теория, которая отвечает за финансы в области оценки риска, в области оценки инвестиционных проектов, она осталась еще в середине 20 века. Среди работ конкурсантов различные проекты, в том числе по переработке мяса, оленины, дикоросов и другие. Жюри предстоит оценить проекты. Я хочу сказать, что заявки неплохие, заявки хорошие. И то, что молодые люди хотят себя попробовать и внедрить что-то на территорию округа, новые решения, я думаю, что они молодцы, по крайней мере, заявиться громко и потом верить в это и сделать. Это самое главное. Но окончательный итог подведет экспертная комиссия фонда содействия инновациям. Победителю предоставят грант в 500 тысяч рублей на 24 месяца. За это время необходимо разработать свое инновационное решение и предоставить исследовательскую работу. Наука – это вещь такая, когда можно что-то такое совершенно, как сказать, сумасшедшее придумать, но на самом деле это оказывается же, поэтому все может быть. Здесь нормально, я считаю, что все такие земные, хорошие решения приняты. Кроме того, конкурсам предусматривается второй этап на эти средства. Инноватор может приобрести оборудование и внедрить проект в жизнь. Мы очень надеемся, что это даст толчок развитию инноваций в Ненецком автономном округе. Появятся новые технологии, которые можно использовать на севере, такие, которых нет ни в одном регионе. И вот мы очень надеемся, что этот конкурс даст толчок и возможность молодым людям изобретать и с помощью грантовой поддержки реализовывать свои проекты. Конкурс проводится в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В столице Заполярье накануне вновь вспомнили о необходимости сохранения популяции атлантических моржей. Мастер-классы, спортивные игры, викторины и розыгрыши, объединенные на одной площадке, посетили сотни горожан. День моржа стал уже шестым по счету. Далее все подробности. В фойе Дворца культуры Арктика развернулась настоящая анимационная студия. Пластилиновые мультики про моржей ребятам помогает делать Кирилл Кузнецов. Мальчик занимается мультипликацией уже полтора года и по воскресеньям проводит мастер-классы. Я наснимала здесь пару этюдов и ребятам тоже помог. Некоторые даже приходили, лепили своих же человечков и вот их воплощали в реальность. Здесь вообще очень много мастер-классов и других интересных площадок. Контактный зоопарк, аквагрим или вот, например, изготовление своими руками магнитов в виде главного виновника торжества. Магнит на холодильник, вот такой вот. Вот у него сзади клеится магнитик. И вместо клыков мы использовали чуть-чуть немножко мех коленя. Но детям очень нравится. Делается легко и быстро. А для тех, кто творчеству предпочитает физкультуру и занятия на свежем воздухе, на главной площади окружной столицы развернули целый спортивный городок. Прыжки через нарты, бег и перетягивание палки. Одними из соорганизаторов выступили Ненецкая ассоциация скаутов. Для ребят это очень важный и интересный опыт. Большое количество организаций задействовано в этом. Просто общественное объединение. Поэтому это же очень хороший тренд округа, наверное. Люди, доселение, какая-то активная его часть придумывают все новые и новые проекты. А он этот проект грамотный, умный, он экологический, он для нас очень актуальный. День моржа в Ненецком округе проходит уже в шестой раз. Он организован по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения этих морских млекопитающих. Две задачи стоят. Первая, это, конечно, мы бы хотели просто, что у нас сейчас не за горами полярная ночь. Мы хотим просто подарить людям некую там 2-3 часа радости, чтобы они просто пришли со своими детьми бесплатно, провели веселый, круто, задорный день. А второе, это, конечно, охрана природы, это привлечение внимания к моржам. Праздник, учрежденный еще в 2008 году, весьма актуален для заполярного субъекта. Ведь в нашем регионе обитает Атлантический морж. Основные лежбища клыкастых здоровяков находятся на песчаных и каменистых пляжах островов Колгуев, Гуляевские кошки, Галец, Матвеев, Долгий и Войгач. Арктические млекопитающие занесены в Красную книгу Ненецкого округа и Красную книгу России. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.